Вновь здравствуйте в рамках проекта Какие люди мы говорим вам Этим летом мы решились рассказать вам О серьезном количестве интересных людях Которые делают нашу жизнь лучше и безопаснее А иногда и спасают ее Вот именно в данном случае мы сегодня В необычном антураже В том самом, в котором спасаются сотни жизней Может быть не ежедневно, но за очень короткий срок Лев Геннадьевич, врач скорой медицинской помощи Здравствуйте Здравствуйте Без пафоса, огромное спасибо вам за труд Которым вы занимаетесь много-много лет Мы привыкли заслуженно романтизировать профессию медиков Это и сериалы многочисленные, и фильмы Мой любимый сериал это клиника вообще Которая, мне кажется, раскрывает врачей Со всех-со всех сторон И показывает в ними самую простую сторону их работы Вот не романтизируй, с чего начинается рабочий день Врача скорой помощи Вот первое, что вы делаете Придя сюда Придя на станцию Здороваюсь со своими коллегами Которых всегда рад видеть Получаю Получаю свой рабочий компьютер Планшет На котором регистрирую себя, что я пришел И готов приступить к работе Мой сигнал о том, что я регистрируюсь Улетает в нашу диспетчерскую Где мне объявляют, кто мне пришел в бригаде сегодня И начинаю ждать первого вызова Моя смена начинается в 7.30 В 7.45 Поступаю первый вызов И мы едем туда, куда нас посылает Наша работа Диспетчер-эвакуатор Присылает нам первый вызов Сколько длится ваша смена? Моя смена длится 12 часов Я работаю не совсем стандартно У нас большинство медиков Любят работать сутками А я работаю уже последние два года Полусутками по 12 часов Вам хватает? Мне хватает, чтобы уйти Чтобы не только прийти с хорошим настроением на работу Но и уйти домой с хорошим настроением Не вымытанным Скажите, пожалуйста, сколько примерно получается За вашу 12-часовую смену приходит вызов? Сейчас летом примерно 6-7 Конечно, зимой нагрузка гораздо больше Ближе к 10-12 Зимой Это связано с травмами в первую очередь? Это связано в первую очередь с заболеваемостью А, да, респираторная же заболеваемость Да И скользкая еще Да Да и ковид Был Хорошо, летом Статистику не будем брать, конечно, в целом Потому что она будет нерепрезентативна На что жалуются больные? Наверное, летом все-таки сердечно-сосудистые, да? Да, жара Те несколько недель, что идут в нашем регионе, жары Дают свои особенности по характеру заболеваемости Это сердечно-сосудистые заболевания, давление, сердечные приступы, инсульты Дело в том, что вы идете по антуражу моей бригады Покажи, пожалуйста Да, что картинки А-а-а Мне кажется, с педиатрией немножко Да-да Что моя бригада в основном занимается вызовами к детям Но, конечно же, у нас сейчас нет такой специальности, как врач-педиатр скорой помощи Да, а мы врач скорой помощи Но если нужно, мы выезжаем и на взрослых Бывает такое, что и более половины вызовов к взрослым Но в основном диспетчера стараются мою бригаду и меня лично посылать на вызова к детям У детей свои особенности Сегодня преобладают травмы, а также респираторные заболевания, ангины, другие инфекции А летняя травма, она сейчас, да, она бывает, что в некоторые дни преобладает над всеми остальными вызовами Самокатная травма, велосипедная травма Травмы на местах отдыха Горки, качели, речки Речки, на речках, пожалуйста, будьте вдвойне, втройне, может быть, даже аккуратно В эту погоду Ну и раз приходится работать с детьми, эмоционально составляющей Вы ежедневно, тем более, если видите нездорового ребенка, которому нужна помощь Это наверняка эмоционально не с первого месяца, не с первого года получается к этому привыкнуть И относиться, ну, адекватно, что ли Как вы работаете с собой Или работали, как вы сломали себя в этом смысле Чтобы, видя каждый раз нездорового, больного ребенка Не терять там веру в что-то хорошее Если заканчивается все не так хорошо, как хотелось бы, скажем так Несмотря на долгое время контакта с больными Я все равно их люблю Люблю и стараюсь так, чтобы и пациент полюбил нас Стараюсь относиться к ним с душой, с любовью Применяя все свои знания Хочу, чтобы мои пациенты, в том числе и маленькие пациенты В меня верили Что я окажу помощь Что я помогу их спасти Что они будут здоровы Они как к вам вращаются? Дядя доктор? Те, кто уже со мной пообщались, то да Дядя доктор Здорово, дядя доктор Несколько слов нашим маленьким пациентам Или тем, кто, может быть, пока не очень аккуратно катается на самокатах Которых стало огромное количество Чтобы они с вами не виделись Хоть вы очень приятный и обоительный человек Пожалуйста Моим маленьким пациентам Лучше, чтобы вас, конечно, было меньше Берегите себя За вас очень будут переживать родители За вас будут очень переживать ваши друзья Будьте осторожны Будьте осторожны Движение в нашем городе напряженное Старайтесь оценивать свои силы Старайтесь так, чтобы Где-то гуляя, гуляя Занимаясь спортом, занимаясь играми Чтобы было Не получить травму Обидно в такое хорошее лето Провести Несколько недель Несколько месяцев на больничной койке Нет, этого не должно произойти А вам, Лев Геннадьевич, огромное спасибо за ваш Бесконечно важный труд Вам спасибо большое за внимание Уважайте и цените труд медиков А мы скоро расскажем вам О еще какой-нибудь интересной профессии В рамках проекта Какие люди? Оставайтесь с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова